Новые заводы по переработке твердых бытовых отходов запустят в Казахстане, но почему до сих пор не удается навести порядок и сколько выделяют на переработку мусора? В Ак-Тубе изменился тариф на электроэнергию, сколько будут платить горожане за свет и в чем причина подорожания, расскажу я, Лейла Уэсова. В Уральске проходит областная олимпиада по Товыску-Малак. Какова цель мероприятия и чем полезна данная игра? Субтитры создавал DimaTorzok В Уральске организован эффективный сбор и вывоз, сортировка и переработка коммунальных отходов, заявил Бектенов. Почему не удается навести порядок и сколько выделяют на переработку мусора, расскажет Гульнара Умарова. Несанкционированные свалки и закапывание мусора в землю и долгий запуск линий по переработке отходов. Эти и другие факторы мешают наведению порядка и создают неприглядную картину вокруг населённых пунктов, заявил премьер. А вот Минэкология региона затянули работу по созданию механизма утилизации. Во всём мире переработка мусора является выгодным бизнесом, и мы не должны отставать в этом направлении. У нас необходимо внедрить эффективные механизмы экономического стимулирования предприятий при реализации таких проектов. К тому же проекты по переработке и сортировке коммунальных отходов будут финансироваться по льготной ставке – 3% на 15 лет через Фонд развития промышленности. На брифинге глава Минэкологии признал такие проблемы, как нехватка контейнеров и техники. Однако всё необходимое для решения проблемы будет сделано, заверил Насанбаев. А в ближайшие три года мы проблемы решим, и ещё глава ведомства сообщил, что инвесторы проявляют большой интерес к сортировке и переработке мусора. Инвесторы всеместные, они представили более 150 проектов, а отобрали всего 94. Нас поддержали по этой финансовой модели и ассоциации, вот как сегодня выступал руководитель ассоциации, 3% годовых, от 3 до 15 лет, с каникулами на время строительства завода, но не более двух лет. Эти условия очень даже приемлемы, я могу сказать, сегодня за эти деньги стоят в очереди. В мусорном бизнесе фигурируют и громкие имена, например, Алия Назарбаева. Её причастность к уборке столичного мусора подтвердил Аким Касымбек, а вот главе Минэкологии это было неведомо, и он сослался на подчинённых, которые дали ему такую информацию. Сразу хочу сказать, что вопрос данный находится не в нашей компетенции, это компетенция местного органа. По поводу информации, данной мною в прошлый раз, могу сказать, что у меня другой информации нет. Я, значит, мне дали информацию о том, что сегодня к этой компании Алия Назарбаева не имеет отношения. Больше я ничего не могу сказать. Все проекты по мусору на крупные суммы. Наверное, за всё время независимости впервые государство выделяет солидную сумму 200 миллиардов именно на решение проблемы с твёрдобытовыми отходами. И я уверен, что без сомнений, что даст свои результаты. Гульнару Марова, Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. В Казахстане участились случаи нарушения прав потребителей. Об этом заявили депутаты Можилиса парламента республики. Ежедневно казахстанцы оставляют в магазинах не только свои кровные, но и нервы. Навязывание лишних услуг и предложения оплачивает за товар удобными только для торговых сетей способами вызывает ещё больше вопросов у потребителей. Вся подробности в сюжете. Повышение цены – это одна беда, а вторая – регулярный обман потребителей, который бьёт по карману. Всё чаще покупателям предлагают сомнительную выгоду, и если хочешь товар подешевле, то пожалуйста. Но будь добр, заплати наличными. Ну а если по карте и приложению банка цена тут же вырастет. Ещё в магазинах бытовой техники навязывают гарантию к товару, причём за отдельную плату. В автосалонах тоже свои правила. За наличный или в кредит предлагается одна цена на авто. В так называемую рассрочку сумма на то же авто увеличится на 30%. При этом активно подменяется понятие рассрочки и кредита. Так, рассрочка даёт потребителю возможность оплатить товар равными платежами в течение нескольких месяцев без дополнительных процентов. Кредит же предполагает выдачу банкам денежных средств на условиях уплаты клиентам процентов за пользование деньгами. Ну и со слов депутата подменяются такие понятия, как рассрочка и кредит. Рассрочка – это оплата за авто, например, равными платежами. А вот кредит уже с большими процентами. Однако хитрые манипуляции продавцов и банков приводят к тому, что вам навяжут ещё и страхование, за которое по подсчётам народных избранников вы отдадите миллион тенге за три года, а заплатите в разы больше. И это ещё не всё на очереди жилищные манипуляции. Застройщики завышают стоимость недвижимости как минимум на 10%, закладывая в них процентную выгоду вознаграждения банков. Выше изложено является примерами грубейших нарушений норм гражданского законодательства о публичном договоре, в соответствии с которым недопустимо изменять цену товара на товары, работы и услуги в зависимости от способа оплаты за них. Это только верхушка айсберга, поднятая на поверхность, но уже достаточная для того, чтобы провести серьёзную проверку предпринимателей на предмет соблюдения гражданского законодательства. В этом уверен депутат Магирамов и по каждому пункту запроса требует дать письменный ответ. Гульнару Марова, Ахмедиар Ильясов, столичное бюро ТДК-42. В октябре изменился тариф на электроэнергию и совсем не в пользу потребителей. Теперь горожане будут платить за свет по 18 тенге за киловатт-час. А вот обитатели дачных массивов с учётом потерь на воздушных линиях, возможно, перечислят вдвое больше. Утечка энергии, по словам местных жителей, происходит из-за изношенных сетей. Что стало причиной резкого скачка цен на коммуналку и что будет с ремонтом устаревшей инфраструктуры, узнавала Лейла Уесова. В октябре подорожала электроэнергия. Новые расценки сильно ударили по карману жителей садоводческих коллективов. А их в черте города 420. И пока не у всех есть статус ИЖС. В очередной раз группа активистов пришла в Акимат с требованием остановить рост цен на коммуналку. Необоснованно. Очень много. Получается, на данный момент нам подняли тариф 18.62. Идет. Это мы должны в связи с холостой ход, НДС, потерю включить и жителей собирать. Это минимально по 23 тенге за киловатт. Я вам просто говорю. Это не считая освещения улиц. Вот так вот. Очень тяжело собрать деньги за свет. Очень тяжело объяснить людям, что идет повышение. Если человек платил 5 тысяч, он сейчас будет платить 10 тысяч. Два раза больше. Между тем, во многих садоводческих коллективах до сих пор стоят деревянные столбы. А воздушные линии там не ремонтировали лет 30. Свет в домодачников подается через устаревшие трансформаторы. Поэтому изношенные сети не принимают на баланс управления жилищного хозяйства. На данный момент сейчас по стадии принимаются трансформаторные подстанции садоводческих коллективов, которые оформлены, соответствуют всем правилам электроустановок. А именно это опоры освещения должны быть, электроснабжения, точнее, в надлежащем порядке. Помимо этого, должны присутствовать земельный акт, технический паспорт данных линий. Причина повышения цен связана с подорожанием услуг единого поставщика. Поэтому в «Энергоснабе» внесли предложение поднять действующие расценки на 38%. Монополисты уверяют, что был вынужден повысить цены, чтобы не работать в убыток. Единый закупщик поднимает отпускную цену. В связи с этим мы тоже вынуждены поднимать тариф. Мы подали заявку с предложением поднять действующий тариф на 38%, нам одобрили только на 23%. Сейчас для физлиц цена изменилась с 14 тенге 88 тиен до 18 тенге 61 тиена за киловатт-час. О планах поднять тариф почти на 40% энергоснабжающая компания сообщила еще в январе. Но в антимонопольном ведомстве заявку проанализировали, и в итоге платить за свет абоненты будут только на четверть больше. Причина повышения тарифа – это повышение покупной электрической энергии от энергопроизводящей организации станции. В результате тщательного рассмотрения уведомления, а также учитывая рост тарифов на саму покупную электрическую энергию от единого закупщика, к покупщикам департаментам был согласован обоснованный средний тариф в размере 34 тенге 64 тиена. Это без учета НДС, что является ниже от представленного проекта. Повышение стоимости аргументировали реализации программы тариф в обмен на инвестиции. Она позволит снизить износ коммунальной инфраструктуры, говорят специалисты. Новый тариф в Актюбинской области начал действовать уже с 1 марта. К слову, в прошлом году рассынки на электричество поднимали целых два раза, отмечают абоненты. Также заметно подорожала электроэнергия для юридических лиц и бюджетных организаций. Лейла Уэсова, Жумар Тудайбергенов, телеканал ТДК-42, Актюбе. Поводок в Западно-Казахстанской области прогнозируется после 20 марта. Об этом рассказал директор филиала КАЗ-Гидромет от Леген Шапанов. Как заявляют о синоптике, это весной уровень воды в реках области может превысить критическую отметку. Каким прогнозирует Паводок, расскажут наши корреспонденты. На сегодня гидрометеорологическую обстановку в Западно-Казахстанской области синоптики называют стабильной. Но в текущем году все же стоит опасаться большой воды. Объем стока воды на реках Чижа-2, Деркул, Чиган, Оленте и Щедерте ожидается в полтора-два раза выше нормы. Критическим для Западно-Казахстанской области является уровень подъема воды 850 сантиметров. Синоптики прогнозируют, что в текущей весной этот уровень может быть достигнут в нескольких районах области. Паводковую ситуацию осложняет и то, что под снегом образовалась ледяная корка, которая может не пропустить влагу в почву. Все это создает неблагоприятную ситуацию, заявляют синоптики. В прошлом году во время паводка фактический объем на реке Шангар-Лау составлял 138 миллионов кубометров воды. Тогда, вы сами прекрасно знаете, вода вышла из берегов на реке и были потопления жилых домов. В этом году ожидается 132 миллионов кубических. Аналогично, как в прошлом году. Если придет такая вода, неизбежно будет потопление и превысит опасную отметку. Период интенсивного паводка синоптики прогнозируют после 20 марта. Но в случае резкого потепления эксперты обещают заранее оповестить население и спецслужбы. До 20-го погода будет стабильная. Ночью температура минус 7-8 градусов, дневная температура минус 2-3 на юге. После 20-го постепенно будет повышение температурного фона. В случае, если резко изменится у нас гидрометеорологическая обстановка, мы будем выпускать штурмовое предупреждение. Остается надеяться, что штурмовое предупреждение в случае сильного паводка будет объявлено вовремя. А служба ДЧС своевременно примет необходимые меры. Напомним, что в прошлом году режим ЧС природного характера был объявлен в трех районах Западно-Казахстанской области. Байтирек, Чингерлауском и Бурлинском районах. Но спецслужбы оказались не готовы к природному явлению. В результате порядка 200 домов в районах затопило. Часть из них полностью разрушила водой. 14 населенных пунктов или около 3,5 тысяч домов и социальных объектов остались без электричества. Новый приговор получил житель Уральска за ДТП, после которого девочка-подросток осталась инвалидом. Апелляционную жалобу рассмотрел областной суд. Мужчине не только заменили условный срок на реальный, но и удвоили сумму компенсации морального вреда. Каракат сбили на пешеходном переходе. Она получила серьезные повреждения мозга. В нескольких местах переломаны руки и ноги. 31 января суд первой инстанции приговорил виновника ДТП к полутора годам ограничения свободы. Повлияли положительные характеристики с работой и отсутствие судимости. Мама девочки не согласилась с вердиктом. Тем более, что во время ДТП водитель был в наркотическом опьянении. 11 марта суд озвучил новый приговор. В отношении к Лачкову Василию Николаевичу назначить наказание в виде решения схода срока на один год в шесть месяцев. С лишением права управления транспортно-средственного срока на десять лет. С отбыванием наказания в учреждении облога исполнения системы минимальной безопасности. Увеличить размер изысканного морального вреда до десяти миллионов тенге. Мама девочки рассказывает, что уже шестой месяц пострадавшая не двигается и не разговаривает. Почему он садился за руль под наркотиками? Человек ведь должен нести ответственность, когда садится за руль автомобиля. Моя дочь не ходит в школу, не может уснуть без снотворных. По словам врачей, на реабилитацию девочки понадобится пять-шесть лет. Дана Киримбаева и Буладжика Пара, Александр Грабарев, телеканал ТТК-42. 18 человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях с начала текущего года в Западно-Казахстанской области. Об этом сообщают в департаменте полиции. 111 человек получили травмы различной степени тяжести. С 1 января текущего года в регионе произошло 77 ДТП. Причиной основного количества аварий является несоблюдение водителями элементарных правил дорожного движения. Одним из дополнительных методов снижения аварийности на основании регламентирующего приказа подразделения патрульной полиции применяется скрытый вид несения службы, в ходе которого выявляются нарушения в потоке транспортных средств. Основная цель данного вида несения службы – это сохранить жизнь и здоровье граждан, особенно детей. Уважаемые участники дорожного движения, если вы оказались свидетелями, очевидцами правонарушений, просим вас сообщать в органы полиции по каналу 102, а также на страницу инстаграм-полис.поком. В Уральске пропал 16-летний подросток. Юноша является воспитанником детской деревни. Как сообщила директор организации, 10 марта Илья Буланцев вышел из учреждения во время проведения генеральной уборки и не вернулся. Его местонахождение на данный момент неизвестно. Также в детской деревне отметили, что ранее Илья уже совершал побеги, за что в январе прошлого года был направлен в школу для детей с девиантным поведением города Актау, откуда вернулся в феврале текущего года. При очередном побеге из детской деревни был одет в черную куртку с капюшоном, трико темного цвета и кроссовки. Худощавого телосложения. Руководство учреждения просит всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ильи, позвонить по номерам. В АТРАО в рамках нацпроекта «Комфортная школа» строится 9 учебных заведений. Они возводятся в пригородных населенных пунктах и отдаленных районах. Стоимость строительства одной школы на 900 мест достигает 7 миллиардов тенге. Кроме того, в рамках проекта в этом году планируется начать строительство еще трех школ. В АТРАО в рамках проекта «Комфортная школа» ведется строительство одной из школ в поселке Аксай-2. Строящееся образовательное учреждение рассчитано на 900 детей. В настоящее время 430 детей населенного пункта обучаются в Аксайской и Куктемской средних школах. «Всем известно, что наш поселок нуждается в школе. Родители возят своих детей в город. Я считаю, что это социальная проблема. Поселку нужны школы, а также детские сады». В настоящее время из более 200 образовательных учреждений региона в 10 дети обучаются в три смены. По словам ответственных лиц, завершение строительства девяти школ в этом году должно привести к решению данной проблемы. «Сейчас усилились темпы строительства всех девяти школ. Акимобласти дал поручение к предстоящему учебному году завершить и сдать в эксплуатацию объекты. Проектная стоимость школ на 300 мест составляет 4 миллиарда тенге, на 600 мест – от 6 до 7 миллиардов тенге и на 900 мест – 7 миллиардов». В рамках проекта в этом году планируется начать строительство еще трех школ. Спортивные соревнования для воспитанников детской деревни организовали в Уральске. Мероприятия провели в одном из спорткомплексов города. Участие в состязаниях приняли четыре команды, в составе которых дети от 14 до 18 лет. Соревнования проводят по восьми видам спорта, в том числе ходьба на лыжах, игра в футбол, волейбол и другие виды спорта. Основная цель проведения этого мероприятия – организовать досуг детей, привить детям интерес к спорту и здоровому образу жизни. Ребята сами решают, в соревнованиях по какому виду спорта могут принять участие. Часто дети, которые ранее не увлекались спортом, начинают всерьез им интересоваться. В Уральске проходит областная олимпиада по Тогус-Комалаку. В ней принимают участие семь команд и около ста участников. Цель мероприятия – развитие логического мышления, памяти, совершенствование познавательного мышления у учащихся. По правилам в игре принимают участие два игрока, у каждого из которых по 9 лунок, то есть всего 18 лунок. Главная задача игры – перекладывая камушки в игровых лунках, собрать как можно больше в свой казан. Эта игра развивает не только логику, но и усидчивость, и смекалку. Игра Тогус-Малах – это философия наших детей. Здесь учатся математики, сдержанность, задуманность. Здесь главное – уважение к сопернику и ведение игру по математике. На областном этапе Олимпиады по Тогус-Камалак принимают участие семь команд – около ста участников. Соревнуются победители районных этапов среди учащихся вторых-одиннадцатых классов. Сегодня собрались призёры, лучшие спортсмены, можно сказать, на областном этапе. Победители областного этапа уже будут представлять Западно-Кастанскую область. В последние годы, если сравнивать, то этот вид спорта очень хорошо развивается. И в Республике Казахстан очень большое внимание уделяется этому виду спорта по национальным видам спорта. И у нас в Западно-Казахстанской области этот вид спорта очень тоже хорошо развит. Каждый участник Олимпиады настроен серьёзно и намерен победить. Айнар Кусаинова занимается Тогус-Камалаком более трёх лет. Она подчёркивает, что подобные мероприятия стимулируют к достижениям и собственному развитию. Я Тогус-Камалаком занимаюсь уже шестого класса. Мне это очень сильно нравится, потому что моя вся семья, можно сказать, играет Тогус-Камалаком. В дальнейшем я хочу взять какие-нибудь достижения по этой игре и выйти на большие уровни. Отметим, по результатам областного этапа определяется состав областной сборной команды. Пять мальчиков и пять девочек. Олимпиада завершится в течение двух дней. Амина Махсотова, Олег Писаренко, Аймурат Джагаппар, Телеканал ТДК-42. Рациональное использование воды, обеспечение населённых пунктов качественным водоснабжением и другие актуальные вопросы данной сферы обсудим в эфире телеканала ТДК-42 сегодня в 19.30 в программе Жанна Алан. Сажар Хамитовой. Не пропустите. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Выгодные покупки. Уютный дом с салоном штор «Интерьер». Новое поступление квартирных тканей. Кроме того, дарит скидки только сейчас на определенный товар от 10 до 50%. Действует Каспир от и Каспиросрочка. Спешите воспользоваться шансом и нашими услугами. Дизайн окон и пошив штор. Бесплатный замер и выезд дизайнера на дом. Также салон штор «Интерьер» приглашает к сотрудничеству дизайнеров штор и интерьеров на выгодных условиях. Наш адрес. Угол Тифулина, угол Мухита. Телефон 50 75 64 8 747 590 33 47. Одежда ведущим предоставлена магазином Купер. Бутики мужской одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе «Сити-Центр» на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре «Азиамол» на первом этаже. Тенга Ки-Зет. Микорайон Северо-Восток 47, торговый дом «Астана», поселок Зачиганск, улица Жангирхана, 18 дробь 2. Оформите микрокредит в Коке, Тинго или Хава на сумму от 20 до 170 тысяч тенге и выиграйте «Кругосветное путешествие». Розыгрыш призов каждую неделю. Розыгрыш призов каждую неделю.